Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу 25 марта провел личный прием граждан. Глава региона помог разрешить вопросы, с которыми к нему обращаются жители Верхней Волжи. Тему продолжит Наталья Чекет. Жительница Твери Надежда Кузнецова обратилась к губернатору с просьбой ремонта детской площадки на улице Ленина. Старая игровая площадка полностью пришла в негодность и представляет опасность для детей. У нас три дома в округе, и там ни одной нет площадки. На старой площадке, на железной, все железное, не очень хотелось бы, чтобы дети на железных металлических предметах сидели. Песочница железная с острыми углами, гуак сломана, качели расшатаны. Как рассказала женщина, жители дома заявляли проект для участия в программе поддержки местных инициатив, но не прошли по конкурсу. У нас было дополнительное распределение, которое второй этап у нас был. Мы попали туда с детской площадкой, были включены чуть далее. У нас есть софинансирование от города. И мы договорились при хорошем стечении обстоятельств сделать до 1 июня текущего года в дню защиты детей. На площадке планируется установить игровой комплекс, качели, песочницу и игровой домик. В школе деревни Малая Коробина Зубцовского района есть потребность в капитальном ремонте крыши. Сейчас здесь обучается 44 ребенка. Из них 27 ребят приезжают из соседних деревень. На данный момент классы и помещения, где течет крыша, закрыты. Кровля у нас уже вся в таком состоянии, что все протекает. И в вестибюлях, и над классами, и спортзал, в котором был в 2016 году выполнен полный капитальный ремонт, поэтому нам очень даже этого жалко. Появился на стенах грибок. Ставим даже тазики. Когда была оттепель, пришлось, капает. И самое главное, что мы боимся, вдруг замкнет электропроводка, что опасно, конечно, для жизни. Как сообщил губернатор, необходимые средства на ремонт выделены. Есть софинансирование со стороны муниципального образования. В апреле начнется закупка материала. Всю работу должны завершить в июле. С вопросом газификации улицы Аграрной в Оржеве к губернатору от имени местных жителей обратился многодетный отец Евгений Романов. На данный момент жителям приходится для отопления использовать электричество, что существенно влияет на сумму оплаты по коммунальным платежам. Наши улицы, небольшой микрорайон, молодые семьи. На этапе строительства хотелось бы уже понимать перспективы района, густонаселенной, города живого. Но до сих пор эти улицы не газифицированы и затрудняют строительство само, соответственно, заселение уже в те дома, которые построены. В связи с оплатой электричества и всех остальных коммуникаций. Игорь Руданя отметил, что в этом году должна быть проведена газификация улицы. Объект включен в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2022-2023 годы. Протяженность газовых сетей составляет более двух километров. В результате будет газифицировано 60 домов, где проживает более 100 жителей.